Всем здравствуйте, друзья! Я снова привела вас сегодня еще на один берег. Но это уже берег пролива Ла-Манш, English Channel. Это не тот пролив Солон, по которому я гуляю с вами очень часто. Напротив нас, очень-очень далеко, через этот пролив Ла-Манш будет Франция. Вот, можем помахать ей рукой. А здесь я сегодня гуляю. Вы знаете, на удивление, очень пустынно здесь. Вот сейчас буду с вами гулять, и вы обратите внимание, обычно здесь собачники гуляют, обычно очень много здесь людей, но вот сегодня я пришла, я удивилась, я одна. Может быть, потому что у нас уже сансет. Вот, идет уже у нас солнышко к закату, хотя времени 5 часов, ой, господи, 3 часа 15 минут. 15-15. Сегодня у нас, сегодня у нас 4 декабря. Если кому интересно, я всегда озвучиваю также и даты наших с вами прогулочек. 4 декабря 2019 года. И температура у нас плюс 10. Поговорим с вами немножко. Вы знаете, на удивление, сегодня здесь очень тихо. И нет ветра. Вот смотрю на эту глыбу пены. Такую глыбу пены нанесло. Хотя вода прозрачная. Тоже странно, не знаю. Вот так вот бьют волны, бьют, и они набивают иногда вот такие пенные комы, кома. Ой, не знаю. В общем, посмотрим, друзья, опять на прекрасный наш океан. Погода сегодня очень хорошая. У меня попросили тут показать закат солнца. Если я гуляю, вот солнце садится сейчас очень рано. Оно садится, по-моему, даже в 4 часа. И попросили показать закат. Да я бы с удовольствием, друзья. Я даже вам показывала ведь восход. Очень красивый. Но правда, это восход. я вам показывала в Таиланде, когда я была. Ой, меня прям это... Преследует меня эта пена. Я от нее отбегаю. Так вот, когда я была в Таиланде, я вам показывала восход там с крыши. Очень красивый, когда птицы начинают петь. Ой, но здесь с восходом, наверное, вообще напряженка. Я бывает просыпаюсь, конечно, рано. Но у меня мои окна с квартиры выходят на закат тоже. Багряный закат вам показывала. Сегодня будем мы с вами гулять неспешно. Сегодня будем просто наслаждаться вот таким красивым видом у моря. Ну, может быть, сейчас о чем-то поговорим. я уже полагаю так, что почему здесь людей никого нет, потому что у нас близится ведь Рождество, Крисмас. И тоже немножко вам поясню, те, кто, может быть, не очень знает всю эту историю по поводу европейского Нового Года, европейского Рождества. здесь в Европе Новый Год как таковой 31 декабря они не отмечают. Вот, понимаете, эта дата, она идет просто как календарная такая, ну, как бы веха, что вот у вас начался Новый Год. Собираются иногда, собираются обычно с семьей, но вы знаете, каких-то таких вот грандиозных, как у нас застолье всю ночь, вот эти все танцы, телевидение смотрят. Нет такого здесь, они это не празднуют. У них главный праздник это Рождество 25 декабря. Здесь они готовятся заранее, вот эти все знаете, подарки, это у них святое дело. Ну, и потом, конечно же, сервируют стол специальным образом. Стол во главе стола всегда индейка, токи называется по-английски, токи, типа Турция, вот, и ли они зажаривают гуся, но гуся все-таки очень редко, в основном, конечно, токи, индейка. Так вот, когда начинается вот канун Рождества, как сейчас уже у нас, индейка дорожает очень сильно. Ее, правда, появляется очень много, вы знаете, просто большая, маленькая, огромная, всякая, на любой вкус и цвет, для любого кошелька, начиная, наверное, вот если совсем маленькую, вы можете найти, но это как минимум будет, наверное, где-то фунтов семь, вот так, а уж большие, там по 30, по 40, а бывает еще и по 100 фунтов, кто жаждет таких, если они даже не замороженные, а вот свежие, то можно убухать огромные деньги на эту индейку. Ну, если у людей есть деньги, то почему бы и нет. Что еще я вспомнила рассказать вам вот такого необычного об англичанах? Я знаю, что многие интересуются вот этим всем, что, чем отличаются от нас англичане и что в них такого необычного, особенного. Да вы знаете, вообще-то, конечно, они совсем другие. Англичане очень специфический народ и может быть, вот, если вы смотрите фильмы этой Великобритании, они отличаются от американских, даже здесь и речи нет. Чтобы понять английские фильмы, нужно английскую жизнь, я имею в виду, нужно вот смотреть и такие английские фильмы. У них и культура другая, они очень такие неспешные, они немногословные, в большинстве своем они, конечно, очень воспитаны, и это хорошо, они никогда не скажут, не покажут какое-то свое вот такое вот негативное отношение, они лучше промолчат. Вот это мне нравилось здесь в Англии, ну, вы знаете, вот опять же, я с грустью замечаю, что молодое уже поколение английское, вот они, молодежь, могут себе позволить, хотя, вы знаете, даже, может быть, я здесь и неправильно говорю, здесь, наверное, все-таки зависит от воспитания, вот бывает воспитанная молодежь, ну, так же, наверное, как у нас, понимаете, есть такие хамы невоспитанные, что уже, наверное, независимо от возраста, просто вот, ну, не научили их, но здесь таких, конечно, мало, попадаются, но мало. Повернулась в сторону заката, показываю вам уже другую сторону заката, я-то гуляю, мне-то все равно, друзья, но, вот понимаете, наверное, сами, что нужно здесь, конечно, специальную оптику, нужно специальную камеру такую, я, конечно, думаю, что у меня камера хорошая с яркими цветами, я замечала много раз, вот я даже снимаю у меня две камеры, когда снимаю вот на эту, на которую сейчас, то у нее очень яркие получаются на экране цвета, и приятно смотреть, а вторая у меня тоже есть камера, не знаю, чем, почему так, но вот она как-то уже краски показывает совсем по-другому, поэтому я стараюсь использовать вот эту камеру. у нас впереди Ковердаун, те, кто со мной гуляют часто, мои друзья, мои подписчики, они, конечно, уже это место узнали, Ковердаун, очень красивый обрыв, в котором находили у нас кости динозавров, и я вам об этом рассказывала, посмотрите опять ссылочку, ну, я же продолжаю гулять и вспоминать какие-то интересные такие особенности англичан, а вот вспомнила еще англичане очень не любят учить никакие иностранные языки, у них здесь вот как-то вы знаете, даже это и не принято, тоже рассказывала вам почему даже, но вот повторюсь, потому что они считают, что английский язык сейчас очень популярен во всем мире, и что сейчас ведь все разговаривают на английском языке, посмотрите Европу, все говорят на английском языке, куда бы вы не приехали, те, кто знает английский язык, то чувствуют себя прекрасно, даже вот мои соплеменники, мои русскоговорящие люди, это, наверное, тоже замечали, если вы знаете английский язык, вы приезжаете в любую европейскую страну, и вас там прекрасно понимают, по крайней мере скандинавские страны, вот я знаю, бывшие наши, входящие в состав СССР когда-то, они сейчас практически стопроцентно, вся молодежь знает английский язык, а здесь англичане, нет, они не хотят учить язык, вот им как-то и так хорошо, понимаете, какие они, ребята, такие, слишком, наверное, даже много о себе они мнят, да, вот еще, вы знаете, я вам рассказывала, как они стирают белье, какие они хозяйки, английские женщины, тут, конечно, опять, вот я могу, знаете, что сказать, что, это, конечно, не сто процентов, но я говорю все-таки о большинстве, вот большинство женщин, вот так вот, как бы, не любят они домашнее хозяйство, они не любят этим заморачиваться, они сейчас предпочитают свободу, очень свое личное пространство берегут, никогда никому не позволят сесть себе на шею, как это, допустим, у нас, вот жуткий домострой продолжается в России, может быть, мы доживем, конечно, до лучших времен, когда женщины тоже будут себя уважать, и мальчики наши тоже будут так воспитываться, что, знаете, будут не только девочки мыть посуду и убирать, но также и мальчиков будут воспитывать вот в таком вот духе, чтобы они помогали по хозяйству, здесь это сплошь и рядом, ну вот, мужчины, кстати, они как-то здесь более такие вот домашние, более семейные, как я замечаю, вот тоже спрашивают у меня про английских мужчин, и получилось так, что у меня вот несколько тут моих последних видео, и они были такие, что негативно говорят об английских мужчинах, что они вот жадные, ну и вот вот это моя история с Дэвидом, понимаете, со странным таким товарищем, тоже, как мне сказали, как я сама сказала, что, ну вот он хитро-мудрый такой, так ведь он, понимаете, у него еще, кстати, самое смешное, что и корни-то русские, хотя он здесь, конечно, родился уже в Англии и всю жизнь свою прожил, так вот что, я хочу немножко за, вступиться за английских мужчин, у них также есть масса положительных качеств, вот, например, то, что они, конечно, в большинстве своем очень спокойные, ну, понимаете, опять я говорю, в большинстве, да, бывают здесь тоже вот такие вот драки, вот эти вот сейчас вопросы тут домашнего насилия, да, которые у нас сейчас муссируются по всем каналам, здесь такое вообще бывает крайне редко, но бывает вообще, конечно, в большинстве случаев мужчины все-таки спокойные, что я хочу сказать, дальше они очень уважительные к женщине, вот это мне в них нравится, и они за собой привыкли, их так воспитали уже, их английские мамочки, да и в школе, наверное, тоже так воспитывают, что они привыкли за собой все себя, как говорится, обихаживать сами, они привыкли обихаживать себя сами, то есть вот мальчики стирают свою одежду сами, они убирают за собой, когда они поели, всю посуду моют без проблем, они убирают своих, свою квартиру, и вот такие вот понимаете маленькие какие-то нюансы, ну очень такие вот они аккуратные, конечно, это их отличает, и это я считаю, что это их большая положительная черта, бывает даже так, что англичане и мужчины, они более аккуратны, нежели их жены, знаю много таких случаев, что мужчины предпочитают сами убирать, но вот они не ругаются, как наши мужчины, допустим, что что-то там не убрано, он начинает ворчать на жену, что она плохая хозяйка, нет, здесь такого не бывает, он все это сам прекрасно уберет, и никогда он это жене не будет ставить вину, что она вот такая не убирает в квартире, он это все сам, точно так же с дикми они очень любят, с маленькими даже, с младенцами, они очень любят возиться, они все с удовольствием меняют подгузники, кормят детишек из бутылочки, то есть вот такие вот вещи, они наверное все-таки приходят уже и к нашим мужчинам, понимание того, что это твой ребенок, что нужно вкладывать частицу своей души, свое сердце, и нужно любить этого малыша с самого рождения, сейчас это приходит и к нашим мужчинам, ну вот например я вот знаю своего мужа, моего второго мужа, про которого я вам тоже расскажу, его зовут Женя, мы с ним так скажем поддерживали какие-то отношения, даже после развода, ну и с додочки, потому что у нас вот совместная дочка, про дочку свою вам тоже расскажу друзья, кто интересуется, пишите, мне просто хотелось бы все-таки услышать как-то больше вот таких вот ваших конкретно комментариев, вопросов, что же все-таки вы предпочитаете, что вам интересно послушать, так вот вернусь к своей мысли, что Женя, например, когда у нас родился ребенок, мой, наш единственный ребенок, Дашенька, у него других детей не было так же, как и у меня, хотя он женился второй раз, но дети у него вот единственная дочка, так вот он мне говорил, он не принимал абсолютно участия в ее воспитании, и когда я в общем так иногда спрашивала, Женя, так а чего ты, почему ты не хочешь с Дашей погулять, я не знаю, когда она маленькая, как-то на ручки взять, ему это было совершенно не надо, он говорит, ну ты знаешь, я вот думаю, что сейчас дети младенцы, они же ничего не понимают, они ничего не знают, зачем я буду тратить свое время на вот этот, что с ней там сисюкаться, я начну может быть с ней общаться, когда она уже будет в таком возрасте, что будет помнить и понимать, это где-то будет, наверное, года 4-5, вот так вот мой муж заявлял, вот такие вот у него были взгляды на этот счет, поэтому, конечно, я рада тому, что сейчас и наши мужчины, эти вопросы пересматривают, ну а здесь то уж тем более, мужчины, как я сказала, они очень хозяйственные, они очень семейные, я говорю об англичанах, друзья, других пока европейских мужчин, большого опыта у меня нет, постепенно, постепенно солнышко садится, сейчас мое любимое время сумерки наступает, а сейчас вот, наверное, туда за облако зайдет солнце, и здесь будет совсем темно, поэтому, друзья, я-то еще продолжу свою прогулку, я дышу морским бризом, я слушаю эти волны, я не не устаю гулять на берегу океана, я обожаю такие прогулки морские, ну и, наверное, может быть, также разделяют такую мою любовь, и мои подписчики, которые сейчас смотрят это видео, и которые продолжают, остаются на моем канале, я буду, наверное, и дальше вас радовать вот такими прогулками у берега моря, а на этом, друзья, я с вами прощаюсь, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на мой канал, также, те, кто не знает, есть такая функция, если вы нажимаете возле подписки колокольчик, то вам будет оповещение о моих новых видео, я сейчас видео делаю почти каждый день, приехала, соскучилась, и поэтому не пропускайте мои новые видео, желаю вам всем здоровья, желаю вам всем душевного тепла, желаю, чтобы вас окружали любящие люди всегда, желаю вам побольше солнечных дней, и побольше позитива, да, друзья, я совсем забыла, сюрприз для вас в конце, как обычно, сегодня у нас необычный сюрприз, вот сегодня у меня сюрприз, так сюрприз для вас, вы только посмотрите, друзья, посмотрите, вот, какой у меня сегодня для вас сюрприз, сейчас расскажу, целый мешок шаров, но и это еще не все, второй мешок, вот, еще и с мишурой, целый мешок мишуры, что вы думаете, сейчас расскажу вам, я уже даже немножко начала украшать свои тут, как обычно, какие-то лампы, украшаю по чуть-чуть, в общем, вам потом покажу, у меня тоже спрашивали, украшаю ли я свой дом, конечно, украшаю, друзья, ну, как же без этого, правда, у меня елочка совсем маленькая, я ее у камина ставлю, хочу больше себе елку купить, ну, вот, не знаю, но покажу вам попозже, а сейчас, что хочу рассказать, я приехала, ну, и тут мне буквально на следующей неделе звонок, звонят мне из того отеля Лейк, в котором я там немножко подрабатывала, помогала им, я вам говорила, я помогала им там с финансовыми расчетами, они мне звонят и говорят, о, Галина, вы вернулись, как хорошо, мы вам уже несколько раз звоним, вы сказали, что вы в ноябре приедете, но не сказали конкретно когда, и они говорят, вот он мы тут сейчас елку новую наряжаем, а с прошлой елки у нас остались игрушки, у нас осталась вот эта вся вот новогодняя мишура, и мы подумали, уже тут частично забрали, кто хотел, мы подумали, может быть, вы хотите забрать, вот вам звоним, я говорю, ой, да я с удовольствием, и вы знаете, я приехала туда к ним, и вот они мне всю эту мишуру, всю эту красоту неописуемую, два мешка мне отдали, тут знаете же этих шаров, я даже не знаю, видимо, не видимо, но это у них, наверное, огромная была елка, вот эти все шары, было модно наряжать шарами такими примерно одного цвета, ну вот они мне их все и благополучно отдали, и вот я теперь украшаю тут свои, я же говорю, что камины свои украшаю, как могу, а еще, помимо этого, хочу сделать из вот этих вот шаров, хочу сделать себе венок на дверь повесить, ой, какая я там красивая, смотрите, просто как в самоваре, повешу венок, сделаю на дверь красивенький, потом вам все это, друзья, покажу, вот у нас такой сюрприз, так сюрприз сегодня.